Ну, сейчас немного все поменялось, да, когда я так активнее начала заниматься спортом, а вообще занимал 90%, вот правда. Я, вот, моему Тиме сейчас сыну 7 лет, я понимала, что я плохая мама, я всегда о себе это говорила, потому что я работаю на телевидении, и это действительно жертва, когда ты работаешь на телевидении, ты знаешь, что личная жизнь, твоя семья, они, ну, к сожалению, ты не уделяешь им столько внимания, сколько необходимо. Я всегда с этим мучилась, вот, мучилась, мучилась. Сейчас я езжу в командировки на полтора месяца, приезжаю, и, слава богу, я здесь, присутствую, то есть два раза в год я уже в командировке. Ну, опять же, повторюсь, мне очень сильно хотелось петь, очень сильно. Я просто вспоминаю свои скитания, и вот, вот просто каждая моя неудача в Киеве, я связывала ее именно с неудачей в шоу-бизнесе, хотя я, опять же, получала образование международного политолога, я перевозчик по специальности, и вот как-то мне все, как, знаете, не имется, и я и туда, и туда. И вот эти какие-то неудачи, разочарования в людях, ну, потому что большой город, это все равно немного другое, да, там, я провинциальный человек, приехала, у меня все было там налажено в Днепродежинске в Киеве, было не супер налажено, мне пришлось, как бы, и через общежитие пройти, пожить в общежитие, в общаге. Ну, че, корнухов доси живы, а ему нормально. Да, абсолютно, пипит общагой, нормально. Вот, ну, как-то, знаете, оно так, ну, прошло хорошую школу жизни, на самом деле, вот, отношения с людьми, это все очень, ну, когда он выстраивается, тем более, да, там, 18-19 лет, переехать, как бы, от того домашнего очага, где тебя опекали, а тут, о, и ты один. Ну, тяжеловато, да, тяжеловато. Я человек, я козирог, я знаю, что, ну, то есть я должна быть лучше во всем, и я понимаю, что я с этого дня есть не буду. Так вот, я вам скажу, что я за месяц кинула 10 килограмм, у меня вообще началась анорексия, то есть это такой этап в жизни, то есть никому не советую, поэтому я сейчас занимаюсь правильным питанием, я занимаюсь сейчас спортом, я пытаюсь как-то направить девчонок, у которых действительно, там, проблемы с весом, проблемы какие-то, там, с психосоматикой, как начать новую жизнь, вот, и чтобы они не допускали таких ошибок, потому что, ну, вообще, тут опыт, поэтому я занималась спортом всегда. Да, да, я весила 53, а стала весить 33, понимаете, да, ну, то есть вообще, ой, подождите, 53-43, то есть вот эта вот разница 10 килограмм, она действительно существенна в подростковом возрасте, вот, я, как бы, не буду скрывать, что я заболела, что мне пришлось с врачами это все, как бы, да, восстанавливать, и впервые в жизни я кайфовала и ела на ночь пиццу, потому что мне разрешили, и это был такой кайф, и я не поправлялась, то есть такое анорексия, ты когда ешь, ты не поправляешься уже потом, да, вот, и, короче, ну, я восстановилась, слава богу, все хорошо, но просто для меня это опыт, как для девушки, я призываю не слушать, а своих подруг, приятельниц, жить своей жизнью, и, пожалуйста, ну, как бы, вот, действительно, ну, без фанатизма относиться к этим диетам, слово диета, что вообще в этой жизни не присутствовало, есть здоровое питание, правильное питание, это очень круто, и столько много всего, и статей в интернете, и лекций, поэтому, вот, нужно начинать с этого. Я работала бомжом на Манхэттене, значит, профессийный бомж, аня, профессий, да, было круто, да, А я, когда первый раз приехала в Нью-Йорк, я поняла, что мне, мне так показалось, что бомжи неплохо там зарабатывают, ну, что, они стоят там, значит, там, на главной улице или возле Сентрал Парк, очень много туристов, ну, и как-то мне показалось, что они достаточно, там, нормально попрошайничают, хорошо одеты, с айфончиками, все такое прочее, мы решили проверить, провести эксперимент, действительно ли это так. На самом деле, очень много там, то есть, бомжи в таком понимании, как бы, они есть, которые просто лежат на улице, курят марихуану и всякое такое, а есть безработные, которые становятся бомжами, просто выходят на улицу, потому что им негде жить. И чтобы вы понимали, когда я, значит, приоделась во все лучшее, сразу за 3 доллара я купила в секонд-хенде себе лук, значит, шапочку порвала, штаники погрязнее одела, вся в черную, в кофейную гущу обмазала, чтобы было черное лицо. Вот, значит, я оделась как бомж, которого я привыкла видеть, да, ну, там у нас в Украине, которых я видела, собственно, на улицах Нью-Йорка. Но оказалось, что настоящее такие, ну, большее привалиющее количество бомжей, это безработные студенты, там, молодые люди, которые просто выходят на улицу и живут на улицу, либо где-то в машине. Они нормально выглядят, да? Они нормально выглядят. И, значит, я просто искала бесплатную еду, все, конечно, мы снимали, да, там, такими камерами, чтобы не было это все видно. И когда, я говорю, слушайте, вы не могли бы помочь, вот, где-то там, в социальной службе, где я могу поесть бесплатно? Он говорит, слушай, да, конечно, могу, я тут только поел. В смысле? Говорю, ты тоже бомж? Молодой парень, 22 года, Антонио, со своим бойфрендом рядом, значит, они попали в какую-то аварию, утратили работу официантам, но они разочаровались во всем. Авария, потом, значит, без работы. Я говорю, что не ищете новую работу? Да, мы что-то, вообще нет вдохновения, нет энергии. Ну, что нам, государство платит 300 долларов в месяц, как бы, на еду, мы можем бесплатно везде, ну, там, 300 долларов, типа, как, ну, как просто, да, там, прожить, плюс бесплатная еда, бесплатная ночевка, где-либо. И, собственно, люди привыкают, они расслаблены, и не привыкают к такому образу жизни, что, я говорю, слушай, говорю, Антонио, ну, так не должно. Он говорит, нет, нет, типа, ну, ну, как-то будет, как-то мне улыбнется, значит, судьба. Чтобы вы понимали, я, конечно же, актриса еще та. Мне поплакать только да, я, значит, он мне это все рассказывает, а я рыдаю. Он говорит, почему плачешь? Я говорю, ой, у меня судьба тяжелая. Он говорит, слушай, я тебе дам 5 долларов. Он отдает мне последний с карманов свои 5 долларов. У меня это так впечатлило. Я говорю, Антонио, не надо. Он говорит, нет, я вижу, что тебе надо, бери последнюю, отдашь когда-нибудь. Я, конечно же, для камеры это все беру. Он мне дает свою еду, шампунь, шедлдшолдерс. Говорит, иди в Старбакс, помойся. Говорит, ты красивая, тебе нужно, ну, иди поищи какую-то, не знаю, там. Ты знаешь, как я зарабатываю? Он говорит, вообще-то, говорит, я на сайте предоставляю сексуальные услуги. 100 баксов, каждая услуга. Я говорю, в смысле? Говорит, ну, я развожу мужиков. Типа, предоставляют по 100 долларов услуги, и потом с ними не встречаются. Представляете? То есть, вот такая схема у бомжей безработных на Манхэттене. Я их взяла, конечно, поплакала много, и, конечно, через три дня я с ним встретилась уже в красивом виде. Сказала, что я нашла работу официанткой, отдала ему, конечно, не 5 долларов, но много больше. Но, как бы, я его простимулировала, говорю, слушай, Антонио, работу найти можно. Вот, смотри, красивая, я умылась, помылась, теперь свеженькая. Он говорит, да, можешь мне помочь? Я говорю, могу, ну, там, оставила контакты. То есть, у человека появилось желание. А так, вот, конечно, превалирующее большинство, там людей, ну, выходят на улицу и не уходят. Ну, происходит съемка. Это понятно, что идет съемка, это понятно всем людям, которые смотрят телевизор. Но что касается реальной жизни на самом производстве, на самом заводе, на улицах Манхэттена, когда я больше, это все реальная жизнь. То есть, да, нам дают разрешение съемок. Они понимают, когда мы говорим, нам нужно, ну, то есть, мы работаем. Мы работники на одни сутки, на один день, на двое, ну, сколько там вот нужно. И, конечно, показываем все реальное жизни. Но и раз они там очень сильно удивляются, зачем там этой девочке так сильно ее напрягать. Но как бы, ну, это требует моя профессия. Это действительно проект, который мы показываем. Не то, что там, типа, картинку показать, как легко там за рубежом. Далеко не легко. Очень тяжело. Очень, очень многие, действительно, зарубичан, которые туда приезжают, ну, они получают действительно копейки. Живут в каких-то очень стрёмных условиях. И все для того, чтобы заработать какие-то, я не знаю, гроши. Поэтому все показываем, как есть. Вот. И иногда даже грустно, что вот наши украинцы уезжают и, ну, выбирают для себя какую-то, я не знаю, там, няню. Или, не знаю, вот в Амстердаме собирать тюльпаны в вообще в заброшенном помещении. Огромный завод. Они там получают немного больше, да, чем в Киеве, в Украине, где-то в других городах. Но, блин, они далеко от дома, далеко от своей семьи. Они сезонно приезжают. И мне вот, я просто это вижу, я понимаю, что я бы так не хотела. Я возвращаюсь всегда, когда в Борисполь прилетаю, целую просто этот Борисполь, какой бы он там ни был с этими очередями. Я просто знаю уже, как проходить без очереди. Поэтому я просто настолько счастлива, что я живу здесь. И это очень круто. И всех призываю никуда не ехать. Я считаю, что как стать и идти на телевидение, и как попасть, вообще вам не нужно думать об этом. Вам нужно делать. Нет, вообще можете не идти. Просто у вас есть камера, есть камера. Начинайте снимать свои видео и свой YouTube-канал. Я считаю, что начинать нужно в первую очередь со своего YouTube, со своего канала, со своих социальных сетей. Сейчас это действует, намного круче. И практикуйте уже сейчас. Зачем вам телек, если вы можете стать личным брендом для других, для себя же? Ну, вот просто вот сейчас создайте свой продукт. Сейчас столько возможностей. Все, запустили на YouTube и снимайте свои влоги. Это намного круче. И зачем кастинги на телевидении? Не понимаю. Человек, который реализовался во всех сферах, который... Слушайте, да, наверное, да. Да, я пока. Я лыська. Да, ну, вот что для меня главное качество, чтобы, знаете, не останавливаться. Потому что, ну, что, человек на миллионы, чтобы просто, как бы, вот этот статус, чтобы он не прислался, и ты не ушел домой спать. А дальше продолжать двигаться, и это очень действительно важно. Поэтому это круто. Спасибо вам за приглашение, за имя. И за статус. Тому мы спать, что тебе сегодня не дамо. Иди, развивайся дальше. Спасибо. А мы говорим, до побечения.